Питание школьников – одно из направлений федерального проекта укрепления общественного здоровья в рамках национального проекта «Демография». Как сделать школьный обед качественным и сбалансированным, обсудили на семинаре в Роспотребнадзоре. Кроме представителей управления, там были операторы питания, которые готовят завтраки и обеды школьникам. Им объяснили, меню в школах нужно пересмотреть с учетом новых требований. Необходимость проведения данного мероприятия созрела по причине того, что на сегодняшний момент вышли новые нормативно-методические документы, которые регламентируют работу общеобразовательных организаций, уже с учетом результатов мониторинга, которые проводятся в рамках вот этой федеральной программы «Демография». В рамках пилотных проектов Роспотребнадзор мониторил питание в школах и в прошедшем году. Результаты этой работы – новые методические рекомендации, новые нормы и требования к продуктам и к качеству школьного питания. Например, теперь соли и сахара в блюдах должно быть меньше, а в меню рекомендуют добавить больше мяса и молока. В данный период проверки невозможно проводить, но питание в организованных коллективах, в школах, в детских садах остается под контролем Роспотребнадзора. Мы проводим мониторинг, то есть мониторинг проводится и по торговым объектам, мониторинг проводится и по объектам школьного и дошкольного образования. Обсудили во время семинара и то, как организовать школьное питание так, чтобы соблюдать все санитарные нормы. За каждым классом должно быть закреплено определенное место и график, а на обед даваться не меньше 20 минут. Повара, официанты, уборщицы должны быть в масках, посуду нужно обеззараживать, а в зале включать рециркуляторы. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости.